Альфа-банка 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 оставляем здесь и едем дальше на тачке до желтые такси а я я начали ожидать сдался да да не сдался я не хочу просто ну я готов пешком быть машину я ему ты знаешь 8 километров нам ехать мы будем ехать примерно часа полтора вверх часа полтора вниз три часа с ребятами доедем минут за 40 туда и назад а чё тут разулся обувь будешь забирать потом назад вернемся я заберу назад будем ехать я заберу давай забираю обувь где кучу покатались бы на 3 пристегнуться можно нет в этом в этом и проблема это что комфорт плюс это комфорт плюс-плюс с кроватью были вообще да заказывала что за такси пешком говорю надо наша скорость составляет 4 километра в чат это что мы видим тут что мы получаем у нас и в общем мы что мы и мы и Да нет, на самом деле, доехать мы бы доехали И мы, и Никита доедет без проблем Но камни летят, это раз, а у него передний привод Он все на себя кидает И скорость пешком будет примерно такая же, как мы будем ехать Мы прошли два километра, и Никита решил вернуться за машиной Сказал, жалко супругу свою, мозори натерла Ну что, сильно встал Твой там как? Нравильно? Ага Где же вышли? Я так смотрел, не попросил Там куча дорог, вот в чем дело Я же сказал, вот так, прям по диагонали Да мы так и шли Так мы вышли на дорогу, думали, что это дорога, и шли по ней А потом вышли, кажется, подъем Лучше призвать начало, ну, кипец, где вас искать? Я такого никогда не видела Ой, ты думаешь, что? Смотрите, сколько? Да их тут немерено, эти штук Ветер очень холодный Ветер очень холодный Скоро здесь будет лежать снег Это да Смотрите, сколько? Субтитры делал DimaTorzok Полазили по камням Срезали путь Ладно, Никита доволен Все остальное вообще не важно Ехать сюда или нет, я не знаю Пусть каждый решает сам На легковушке по-любому нет С модулем точно нет Да нет, да заехать можно и на легковушке И с модулем, и на чем угодно Но стоит ли оно там? Но стоит или нет, это уже другое Чтобы ехать туда с автодомом Должна быть цель, да, переночевать там Но спать там холодно Очень холодно Ветер, снег может пойти У самурая нету цели Только путь Ладно, в общем сейчас спустимся Будем решать, что делать дальше Я уже все решил, мы идем в ресторан В ресторан? Да По-любому Потому что мы должны посидеть в ресторане И поесть хинкали В нашем случае пельмени Ну пельмени Ресторан там уже припаркован И он стоит, по-моему, ждет уже Пельмени Взовь И он И он И он И он И он немножко подснесло меня это толкает я упала с кровати и сползла посмотреть поближе поближе посмотреть как-то молочи где-то мой домик у нас у меня на обед пельмени половозерские первый раз мы едим днем обычно мы просто завтракаем и ужинаем а это светло мы уже едим как-то даже странно а Сейчас, деточки, скоро будут оладушки. Не успела тут с утра проснуться. Проспала. Вообще тепло. Я так одела куртку, потому что это не жалко, если я забрызгаюсь. Прям вижу, как он расстроен из-за вмятины. Боевые ранения. Вот видите, можно все-таки проехать куда угодно и на легковом автомобиле, но нужно не расстраиваться, если что-то случится. Камни могут лететь везде. Сегодня на завтрак у нас оладьи по-кандалашски. Отлично. Ты можешь происшествовать вообще сквозь, как хочешь. Да, то вам еще это... Они хотят вас отпускать, но вам еще... Сколько мы, получается, вместе это провели? Неделю? Больше? Неделю. Наверное, ровно неделю. В вторник-третий или во вторник. А, ну да, 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 ровно неделю. Да, да. Даже что больше времени прошло. Даже что больше. В вторник утром мы, естественно. Ну что, мы с утра... Значит, нет. Потому что мы с утра доедите радио. Не судьба идти очень долго, правда. До ноти. Далеко просто. Ну, очень рады были. Скорее, вам не близко. Не хочется от нас доезжать. Не спеша. Да. Ну, отчет в любом случае. Где остановились? Да. Сейчас мы будем переживать. Ну, вы тоже не теряйтесь. Ну, ладно. Ну что, ребят, мы проводили. Им домой нужно попасть раньше, чем нам. К четвергу, да. У нас еще есть время. У нас есть время. Немножко будем потихоньку продвигаться в сторону дома и заезжать в какие-то интересные места, смотреть. Ну, а сейчас решили подняться на возвышенность и посмотреть на залив Белого моря. Находимся мы также еще в Кандалакши. Да. Короче, север – это места для тех, кто любит погулять. Да. Блин, что-то идем, идем в гору. В конце края вообще не видно горы. А там, казалось, да вот сейчас поднимемся. Небольшой холмик, казалось, да. Уже машинка там внизу маленькая-маленькая. Ну, куда-то идет явно тропинка. Да, поэтому… Ну, сейчас, наверное, откроется какой-нибудь красивый вид, мы надеемся. Или мы зря шли. Не, по-любому не зря. Сейчас увидим полностью залив. Да. Да. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старинное поморское кладбище На этом кладбище похоронены красные партизаны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они ушли и не вернулись Благодарные потомки в память о героях 2011 год Это конкретно жители вот этой улицы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а представим, мы могли приехать И дождь был вообще любит, постоянно Да, получается когда мы уезжаем домой, начался дождь Типа пора уже валить, давайте домой Ну либо север уже плачет, потому что мы собираемся уезжать Блин, мы сюда заезжали ночью Просто непонятно, куда мы ехали Ну в итоге приехали в крутое место Когда заезжаешь по какому-то приложению Ты думаешь, да нет, блин Как мы вообще могли эту точку поставить Сейчас она приедет, что это какая-нибудь фигня Ну в основном как бы приезжаешь И места хорошие Снова Как припарковались Почему-то здесь какой-то отшиб Безважно, чтобы чего нет вообще Ну ладно Кафе на одежде Из-за обеда выходи Смотри, солянка, путь кушал, кушал, чай Мясо готово Метку оставим до любого Я глава администрации Каналарского района Шлагин Ярослав Игоревич Также я являюсь караванером И собственно говоря, вот ребят Случайно проезжая мимо Заметил и решил подойти И показать те окрестности, которые у нас есть В том числе Есть желание у нас развивать Автодома Караванерское движение В том числе и на территории Кстати в этом году у нас было их очень много Потому что шла горбуша И обещали, что она пойдет Но она не пришла И достаточно много караванеров Караванеров-автодомов Удалось встретиться, пообщаться В том числе, так сказать, с собратьями По-разному назовем так Планируем тоже муниципально сделать Небольшую парковочку для караванеров Где будет розетка, техническая вода И сливка сетки А место для рыбалки здесь есть? Какие-то выделенные имена? Смотрите Если говорить про горбушу Когда горбуша шла на нерест Можно было ловить на удочку Собственно говоря В реках, которые не являются нерестовыми для семья Ну, например, у нас река Нива Вот в устье реки Нива Ловили, вылавливали Можно просто закинуть удочку Да, но у нас просто год на год не приходится Горбуша приходит раз-два, раз-три года Соответственно Два года назад, когда она была последний раз Ее ловили буквально руками Она там прям перла Зачерпывал с очком Зачерпывали, доставали Но это только у вас? Ну, это было Это характерно для севера В том числе у Мурманска Рикакола Там у них тоже Также ход горбуши есть Ну, собственно говоря На территории На территории Кольского полуострова Это присутствует Ну, горбуша Она чем-то сейчас То есть, там, где-то там Норвегию считают Вообще сорной рыбой Почему? Потому что она Она зашла с моря в реку От нерестилась И умерла Семга, она является многолетней рыбой Она так не умирает Когда вот этот огромный ход горбуш идет Она умирает По сути дела Усилает всю реку Мешает ходу семги Создают экологические определенные проблемы Поэтому в Норвегии Прям борются даже за горбуши В чем мы видим Наш плюсы Это, конечно, природа Правда у нас уникальная Необычная Схожая с Карелией И в то же время Она такая северная Но северней уже такой нету Мы ближе к Карелии У нас более мягкий климат Зимой у нас, конечно, Лыжи снегоходы Летом это рыбалка Это сплавы по рекам И, конечно же, просто отдых В достаточно тихих местах Потому что очень многие места Природные, они не тронуты И, конечно же, в них очень хорошо отдыхать И сам, как караванер Будут регулярно посещать Это строится частная гостиница Она потом достроится Здесь тоже территория благоустроится Здесь будет все хорошо Эта территория примыкает к набережной Данная большая парковка Она муниципальная На этой парковке Дополнительно решили сделать Кемпинг, ну, стоянку для туристов Которые караванеры Автодома Розетка, слив кассеты И техническая вода А когда планируется открытие? К следующему сезону По большому счету Основные работы сделаны Осталось поставить столбик с розетками Ну, вот эти штуки Которые огораживают Для того, чтобы просто несанкционировано Там запарковаться Уже стоят Отбойники стоят Чтобы поребрик не сломать Ну, к следующему сезону начнем Ну, кстати, подарочек подарили Правда, было очень приятно Спасибо, что подошли Провели экскурсию Иначе мы просто сейчас Раз-раз пообедали Ну, хочется, чтобы Да, туристы к нам в город тоже заезжали В город, конечно, небольшой Но, я думаю, на день здесь тоже Можно остановиться Сто процентов Мы сейчас точечку отметим И кто едет в сторону Мурманска Может заезжать отдыхать И ночевать Всех ждем Класс Термокружка С надписью Кандалакша Блин, крутяк вообще Классно Вот это память Это подарочек для меня Теперь у меня есть дождевичок Наконец-то Наконец-то Такие вещи Даже жалко Вообще Открывать Пользоваться ими Это реально очень приятно И памятно Спасибо еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Круто Переезжаем Да, переезжаем Если кажется, квартиры дешевле, чем у нас Зарплаты больше, чем у нас Отпуска больше Отпуска 52 дня Почему не переехать? Легендарная кредитная карта Альфа-банка Бесплатная навсегда Стала еще выгоднее Получайте супер-кэшбэк каждый месяц И бесплатно снимайте наличные В любых банкоматах по всей стране Не просто выгодно Альфа-выгодно Ну что, от Кандалакши мы проехали всего лишь 300 километров Не густо, конечно Но выехали мы в полседьмого С Кандалакши только Отдохнули, так отдохнули Ехали, ехали Думали, где же останавливаться И, получается, город Кем Поворот Свернули Ночью искать, конечно, место для ночевки То еще увлечение Мы, конечно, привыкли останавливаться на заправках Но на заправке места не было Поэтому проехали немножечко дальше И вот буквально на съезде Начали искать место возле реки Место нашли, слава богу Припарковались Сейчас быстренько поужинаем Посижу немножечко в интернете Потому что у меня есть связь Ну и будем укладываться спать Просыпаешься Офигенная, огромная площадка Вид у реки Все круто Ну, единственный нюанс, да Это проезд вот сюда Он такой Немножко с ветками То есть деревья Ну, мы, в принципе, пролезли У нас высота меньше 3 метров Мы и без проблем проехали Взяли варенье из морожки Морошку в баночке в собственном соку И сухие белые грибы Пакетик сухих грибов Стоит 800 рублей Баночка варенья из морожки Стоит 600 А в баночке литровая морожка В собственном соку Стоит 1400 Ну, для тех, кому дорого Вы паркуете машину Вот здесь, на обочине И идете собирать Но нам нельзя Потому что мы Миша ел волчьи ягоды Чтобы вы понимали Поэтому я тут сейчас насобираю морожки Ну что, мы уезжаем С Кольского полуострова Погода испортилась А сзади в Мурманске Так вообще пошел уже снег Доброе утро, друзья Утро Ну, чтобы вы понимали Я вот сейчас вам расскажу всю правду В принципе, оно может быть было утром Ну, часа три назад А сейчас это уже не утро Ну, мы пока искупались Пока высохли Пока покушали Полежали Снова покушали Снова помылись В общем, мы никуда не торопимся Это единственное наше путешествие В котором мы вообще никуда не спешим Абсолютно Просто с каждым днем Мы встаем все позже И позже И позже Ну, как позже Я просыпаюсь в шесть А Кристина просто немножко позже В девять В десять По-разному В общем, мы сегодня ночевали В городе Вытерга И приехали посмотреть На музей В подводной лодке Да Этот музей здесь установлен С 2005 года А лодка списана В 1998 году 30 лет она служила верой и правдой И вот списали ее И потом доставили сюда И сделали из нее музей Это дизельная подводная лодка По-моему Б-440 Б-440 Но это не столь важно вообще Потому что тематика нашего канала Это не история Мы просто идем смотреть Прикольную подводную лодку Пойдемте? Да Спасибо Магнитик на память 270 рублей Свободное посещение Ну то есть без экскурсии Без ничего 320 рублей по-моему С аудио экскурсией Ну там рассказывайте То есть кнопочки нажимаете Мы такое видели в Грузии И 440 рублей С экскурсоводом То есть мы проведут экскурсию А точно нельзя лодки? Я думаю нет Если очень хочется Магнитик не работает Можно было бы кнопочки нажимать Смотри Ну что-то происходило бы Я так распустил Писковые установки Форма адмирала Военно-морского флота Форма офицера И форма матроса Галоши 21 килограмм Пара То есть 2 галоши 21 килограмм Водолазные груза 16 килограмм Рубаха Легкая 8 килограмм Всего лишь Вот Шлем 18 килограмм То есть суммарно Если все сложить Блин Больше 60 килограмм Ну и соответственно Хвостовые отсеки Торпедные Я конечно всю жизнь мечтал стать летчиком Но это тоже прикольно Просто Это в углу То вверх А так летчиком хотел быть Хотя бы колеса Может быть для следующего вопроса Да В телеграмм канале Мы задаем вопросы И возможно Это будет один из вопросов Кем же я хотел стать Ребят Короче Кто едет на север Ну либо в Карелию И едет через Ярославль Волок В сторону Медвежьегорска Вы в любом случае Проезжаете в Итигру И вот Можно заехать сюда Посмотреть подводную лодку Стоит в принципе недорого Но даже если вы внутрь Не захотите идти Можно просто припарковаться Переночевать здесь На офигенной парковке С утра подойти Посмотреть лодку И ехать дальше Все хорошо Все хорошо Ты будешь кушать? Ты еще хочешь кушать, да? Ты хочешь еще кушать? Как они сразу чувствуют, да? Где еда? Что? Ты такой большой Такой длинный Полутакса Ладно, пойду Гаять назад на причал Приятно вас видеть, что вы настоящие Загорелые такие Загорелые? Мы на море были Это же, наверное, с Дагестана Солуга Очень приятно с вами общаться С ней севера Давай, дари подарок сразу Я тоже вам подарок Володно, прекращай Ну, это вот олененок Которого вы выкрали Спасибо большое Всех меропризы на воробаве Приятно вручить самим А не по почте Все съедобно Не знаете, сладки любите или нет Блин, зачем так много всего? Так, это много Это обещаем Вы такой скромный Это, сувенировый Так много Спасибо большое На опыт это делаю Самый пакет со сладостями Так же самое Спасибо Если честно, она вообще хотела уже пойти спать Она гулять не хотела Она хотела спать Потому что 12 часов Как же уже пора спать Просыпается в 10 Ложится, блин, извините меня В 11 В дороге иногда тоже спит Неправда Я вообще за всю-за всю дорогу Часа два максимум поспала Да Да, да Конечно Ладно Мы немножечко пройдемся И будем укладываться спать Ночью, конечно, прикольно подсвечивается Все Не вижу, только колокол там есть Наверху или нет Но выглядит прикольно Это уже просто памятник архитектуры Ну что, мы припарковались в Ярославле возле собора Здесь тихо, спокойно, никого нет Время уже час ночи И мы идем спать Всем доброе утро С набережной Ярославля Проснулись и сейчас пойдем гулять Ну что, как тебе вид? Вид шикарный Погода вообще отличная Мы только неделю назад на севере мерзли И сейчас я надела куртку и поняла, что здесь очень жарко Блин, хорошо вообще, реально Нельзя заехали Во-первых, посмотрим хоть чуть-чуть город Ну и самое главное Что мы смогли со своим автодомом заехать в центр города И переночевать прямо на набережной Да, да, да Ощутить вот эту прелесть Все-таки выбора модуля, а не прицепа Понятно, что на прошлом автодоме Мы тоже бы сюда без проблем заехали И припарковались, даже не привлекая внимания То есть просто бы стоял какой-то там автобус Который там привез какие-то фрукты, овощи, не знаю Вот Ну, здесь немножко привлекаем внимания Ну, с одной стороны, мне это даже нравится И все понимают, что мы просто приехали отдыхать И никто нас трогать не будет Да, на фурку гоните, а вы же прогнали бы Возможно Все, поехали Очень круто, я первый раз на самокате катаюсь Прикольно так И быстро, а? На одной рукой очень тяжело Кристюша первый раз на самокате Кристюша первый раз на самокате Все, бросили самокаты Идем довольны Куча эмоций просто Мне классно, что мы заехали в Ярослав Блин, ну по сути эмоции примерно вот схожи с Нижним Новгородом Да, мы приехали И, наверное, когда-нибудь мы действительно поедем по Золотому кольцу Прям активненько Чисто по городам бахнем Вот Да, это круто Ты приехал в город, припарковался Вот, пошел, погулял Покайфовал Вернулся домой, посидел Покушал, да Пошел опять погулял Да На автодом это круто Да, в этом будет своя изюминка Ну, просто сейчас для канала как бы не особо, да, наверное, кому-то будет интересно, как мышляемся по городу Но для себя Блин, да, круто Ну и, конечно же, мы не смогли проехать мимо церкви Иоанна Притечи Которая изображена на тысячной купюре Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, едем по Ярославлю Погода налаживается Просто вообще солнышко 22 градуса тепла Красота На этом наше путешествие уже почти подходит к концу Осталось кое-что сделать Заехать к создателю нашего кемпера И отчитаться Как же все-таки прошло наше путешествие Он сказал, не смейте проезжать мимо меня Так что едем к нему на дачу Кот правильный, значит, едем правильно Повсюду блокпасты, говорю, какие-то непонятные Видать, москвичи позахватывали вот эту территорию Да-да-да Товарищи блокпасты, привет Ну, привет Ну, отряхнешься потом, что делать Все, спись Все, все, лора ушла Все, пошла, пошла отсюда Иди, иди, давай-давай-давай Все Все, 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 свободно Ну, что, все хорошо Живо-здорово? Да Ну, пойдемте Я так могу вкратце Давай Смотри, выезжаем мы из дома Едем в сторону Курска До Курска у нас 200 плюс Еду, уже ночь, твинеет По-моему, я совершил ошибку По-моему, это неправильное решение вообще Меня телепает Я еду медленно, 60 км в час Думаю, блин, что я там что-то делал Проезжаю в Курск такой Усталость Все, меня телепает Все хорошо, 100 Все, уже все нормально Ну, и все, и потом, ну, везде Ну, просто рейти После Хибин вообще ничего не страшно было А после Хибин ты понимаешь, что уже там уже все так Значит, уже по этой дороге можно и 150 ехать Маленький кузов, маленький кузов, метр 30 Он все-таки дает маленькую площадь соприкосновения Вот этой, вон той части Если бы, то есть, грубо говоря, он был бы там, например, хотя бы метр 55 какой-то, он бы лежал по-другому Но, тем не менее, вот Просто я все читал, когда вам пишут, там, он качается Он качается, думаю, господи, как же вам еще там Объясните, а Если бы он не качался, он бы уже лопнул бы Ну, вот Ну, видишь, он другой Он не такой, допустим Ну, смотри, он... Надо, когда приедешь, еще все равно проверить крепежи Крепежи кузова к раме Нет, нет, крепежи кузова к раме Кузовы к раме Они на резинах, подошках там стоят Я думаю, там надо заменить И их надо заменить на... Ну, что-то более плотное Да, потому что они, вот они сами по себе Они мягкие Да-да-да, они себе с кузова Качают кузов Так, ладно, пойдемте Пойдемте Так, это Яна, это Кристина Не, ну мы-то уже по роликам знакомы Ну, все, слушай, все, все Давайте за встречу Я так рад, что вы приехали Я хоть и не Петрахов, но рад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пока